Не выходя из дома, в Бобруйске обнаружено помещение для выращивания конопли. Оперативников есть. Основания полагают, что подозреваемый причастен иксбуту марихуаны. Что еще нашли правоохранители? Алло, мама! Телефонные мошенники продолжают зарабатывать на доверчивых белорусах, которые отдают все нажитое непосильным трудом. Заводят заблуждение потерпевшего. Как не пополнить чужой кошелек? Скотское отношение. На сельхозпредприятии в Кричевском районе укрывали падеж скота. В отчеты вносились заведомо ложные сведения. Сколько голов недосчитались? Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Зависимость или нажива? В Бобруйске остановлена работа наркомаркета. В поле зрения правоохранителей интернет-магазин попал еще в апреле, когда с поличным были задержаны двое местных жителей. Они оказались владельцами ресурса. Психотропы мужчины приобретали в России. Дома у молодых людей найдены весы, изолента и специальные пакетики. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков. Им грозит до 15 лет лишения свободы. С марта по апрель наркоторговцы провернули около 600 сделок. Также правоохранители обнаружили тайники на территории Могилевской, Минской, Бресской, Гомельской областей и изъяли 32 грамма психотропов. Опасный бизнес. Оперативники Бобруйского наркоконтроля обнаружили помещение для выращивания конопли. Лабораторию на дому организовал 34-летний бобруйчанин. В его квартире правоохранители нашли и изъяли 15 грамм марихуаны, гроу-бокс, полимерные горшки с коноплей, систему освещения и вентиляции, а также семена конопли. Задержанный пояснил, что выращивал коноплю для собственного потребления. Однако у оперативников есть основания полагать, что подозреваемый причастен иксбуту марихуаны. Преступник изучал в интернете способы выращивания конопли, приобрел необходимые приспособления и несколько месяцев ухаживал за посевом. Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Первые и последние деньги курьерами телефонных мошенников чаще всего остановятся белорусы от 20 до 25. Молодые люди в поисках работы обращаются к сомнительному заработку. Аферисты дают задание забрать пакет по определенному адресу. Любители наживы начали проявлять активность еще пять лет назад. Первоначальная схема «Алло, мама» была довольно проста. Раздавался телефонный звонок на домашний телефон. Якобы сын или дочь попали в аварию и просили финансовой помощи. Сейчас пострадавшими связываются через мессенджеры, в основном в Вайбере. Представляются как сотрудниками органов внутренних дел, либо посредниками от этих сотрудников. Заводят заблуждение потерпевшего. Определенная схема используется для того, чтобы потерпевший не смог созвониться. Звонят сразу одновременно и на мобильный телефон, и на городской. Человек в такой эмоциональной ситуации не может нормально оценивать адекватность происходящего. Обычно злоумышленники обманывают людей престарелого возраста, звонят из-за рубежа. Установить преступников в таком случае проблематично, хотя правоохранители взаимодействуют с зарубежными коллегами. Не эпидемия, а человеческий фактор. В Кричевском районе укрывали падеж скота. Директор одного из сельхозпредприятий в течение четырех месяцев давал подчиненным незаконные указания. Из семи голов погибшего молодняка по документам, двое были якобы реализованы работниками, а недостачу пяти обнаружили уже при пересчете. Чтобы создать видимость благоприятной экономической обстановки, скрыть недостатки и упущения в организации работы предприятия, а также избежать ответственности за допущенный падеж скота, в отчеты вносились заведомо ложные сведения. Теперь Кричевскому животноводу фальсификатору грозит уголовное наказание за превышение служебных полномочий. Как с голодного края в Бабрюзском районе мужчина похитил из колхозного поля полтонны картофеля. Украденные корнеплоды обнаружили сотрудники Кировского РОВД. 17 сентября на ночной дороге в деревне Суянец правоохранители остановили фольксваген-посад под управлением 41-летнего местного жителя. В салоне и багажнике обнаружили мешки с овощами. В хозяйстве причинен ущерб в 530 рублей. Похищенный изъят, автомобиль помещен на штрафстоянку. Проводится проверка. Как в сценарии боевика, в Бабрюзском районе пьяный лихач устроил погоню. Неподалеку от Сычкова наряд ДПС обратил внимание на Мерседес, который вилял из стороны в сторону. Инспекторы подали требования об остановке. Водитель притормозил, а после нажал на педаль газа и попытался скрыться. Через несколько сотен метров автомобиль вылетел в кювет. Нарушителем оказался 40-летний местный житель. Водитель не пострадал. В предоставлении в наркологический диспансер у водителя было установлено сильная степень алкогольного опьянения. 1,3 выдыхаемого на приборе аппарате. Это соответствует 2,6 промилле. Это очень большая доза. Лихачу грозит штраф 6400 рублей и лишение прав на 5 лет. За 8 месяцев этого года в Бабрюйском районе по вине нетрезвых водителей произошло 3 аварии. Трагедия на дороге. В Могилевском районе водитель БМВ столкнулся с трактором. ДТП произошло 20 сентября в полдевятого вечера вблизи деревни Сумарокова. 25-летний водитель иномарки не соблюдал дистанцию, въехал в сельхозмашину. Водитель легковушки, его пассажир с травмами госпитализированы. Авто повреждено. К слову, световые приборы на тракторе были исправны. Также дополнительно нанесены световозвращающие ленты. По факту случившегося проводится проверка. Это была «Сирена», но больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Ариянц. Увидимся через неделю.